Добрый день, коллеги! Я в своем выступлении сегодня, пожалуй, коротко остановлюсь на вопросах нормативно-правового регулирования в области безопасности критической информационной инфраструктуры. Это речь идет об упомянутом уже сегодня в фильме «Законе 187». Ну и несколько акцентов сделаю, по каким направлениям мы для себя сегодня видим актуальными в части нашей компетенции. Ну, учитывая, что я презентацию не готовил, поэтому буду выступать без иллюстративных материалов, но все нормативно-правовые акты, о которых я буду говорить, они в открытом доступе есть, вы их знаете, мы уже, собственно говоря, представляли всю систему нормативного регулирования, поэтому, я думаю, они доступны в открытом доступе, собственно говоря. Поэтому постарайтесь как бы на слух воспринять. Ну, первое, с 1 января 2018 года вступил в силу закон, федеральный закон номер 187 ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуре, который дал определенный, собственно говоря, толчок в части в нашей сфере деятельности. Закон определяет понятие субъектов критической информационной инфраструктуры, объектов критической информационной инфраструктуры, закрепляет права и обязанности субъектов по обеспечению безопасности принадлежащих им автоматизированных систем управления информационных систем и информационно-телеконационных сетей. В соответствии с федеральным законом определены два уполномоченных федеральных органа в этой сфере. Один уполномоченный орган в области безопасности критической информационной инфраструктуры – это ВСТЭК России и ФСБ России в части обеспечения функционирования ГОСОПКИ. Об этом сегодня еще будет говориться. По сути дела закон определяет следующие процедуры, они вам также известны. Это определение перечня объектов и их проведение, их категорирование, создание систем безопасности у субъектов критической информационной инфраструктуры, принятие мер по обеспечению безопасности значимых объектов и меры в части взаимодействия и противопоказания. Что касается первых позиций, а также закон определяет порядок проведения государственного контроля в части обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. В части ВСТЭК России все нормативно-правовые акты разработаны, вступили в силу. Первый основополагающий документ, который сейчас многими субъектами начинает применяться – это правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, которые утверждены и показатели критерий значимости, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации, номер 127, вы его также знаете. И сейчас, собственно говоря, запущена основная, первая процедура – это определение перечня объектов критической информационной инфраструктуры и присвоение им соответствующих категорий. На сегодняшний момент в части реализации этого направления хочу отметить, что закон реализуется, субъекты приступили, органы государственной власти и организации приступили к выполнению норм федерального закона, кто-то более интенсивно, кто-то менее интенсивно, но в целом меры, определенные федеральным законом, 187-м, принимаются. Как я сказал, первое мероприятие, которое сегодня реализуется, это определение объектов и категорирование объектов критической информационной инфраструктуры. Отмечу, что более 25 тысяч объектов сейчас находятся на различных стадиях категорирования субъектами. Из них более 500 объектов категорирования уже прошло, 500 объектов. Из-за тенденции могу отметить, что около 20% из проведенных категорирования – это объекты, признанные значимыми, и, значит, которые внесены в соответствующий реестр значимых объектов. По остальным объектам им категория не присвоена, ну, соответственно, все материалы в службу к нам поступили, установлены в порядке. Хочу отметить, что в части реализации норм по категорированию значительная часть документов направляет, возвращается на доработку. Это порядка, вот на сегодняшний момент около 600 документов, сведения по 600 объектам направлены на доработку и повторное представление. В чем связано, значит, ну, скажем так, возврат на доработку? В первую очередь это, вот как мы отмечаем, все-таки недостаточное внимание и изучение того, что написано в соответствующих приказах в СТЭК России. В частности, это приказ, определяющий форму представления сведений по категорированию. Он также доступен на официальном сайте в СТЭК России. Очень много, значит, недостатков, связанных именно с отсутствием обоснования по присвоению или не присвоению категории. В целом мы стараемся, значит, с пониманием относиться ко всем материалам и по формальным признакам практически их никогда не возвращаем. Хотя в законе нам такие права даны, но основной для нас критерий или, скажем так, возврата документов – это наличие информации в графе категории значимости и значения по показателям с соответствующими обоснованиями. Вот, по сути дела, это основной акцент, который мы делаем в оценке материалов, есть ли обоснования присвоения или не присвоения соответствующей категории. Если какие-то формальные признаки, ну, допустим, все с точки зрения категории представлено правильно в соответствии с нормативно-правовыми актами, но есть там какие-то недостатки, связанные с каким-то заполнением полей, практически никогда мы не делаем возврата, стараемся в рабочем порядке все вопросы урегулировать и необходимую информацию дополнительную получить. Что касается по отраслям, вы знаете, там 13 отраслей в законе представлены, определены, точнее, которые составляют критическую информационную инфраструктуру, объекты которых составляют критическую информационную инфраструктуру. На сегодня наиболее интенсивно и наиболее, скажем так, полная задача решается в энергетике и топливно-энергетическом комплексе. Ну, это понятно, почему? Потому что есть законодательство о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 256-й так называемый федеральный закон, там схожая система, собственно говоря, поэтому организации в сфере топливно-энергетического комплекса, они уже имеют некоторый опыт проведения данной работы и наиболее качественно отрабатываются документы именно в этой сфере. Дальше идёт на втором месте, это сфера здравоохранения, значит, очень много объектов в сфере здравоохранения представляют сведения в соответствии с тем, ну, с тем, что представлен федеральный закон. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, ими проводится также активно работа, тоже идут перечни в значительном количестве и проводятся работы по категорированию. Хотел бы назвать отрасли, которые, ну, скажем так, как традиционно выжидают, находятся в выжидательной позиции, не знаю, с чем это связано. Первое – это сфера связи, очень мало операторов связи представляют сведения, я бы сказал бы, единицы. Это банковская сфера также, скажем так, мало активна в реализации федерального закона. Но мы надеемся, что рано или поздно выстроится система, и соответствующие субъекты еще раз, скажем так, посмотрят на этот федеральный закон не с точки зрения, как его не реализовывать, принятия мер, а с точки зрения именно практической реализации. Следующее, значит, основное мероприятие, которое определено федеральным законом – это создание систем безопасности в значимых объектах. Она создается у субъекта. Требования к системе безопасности определены приказом СТЭК России номер 236. Он также доступен на официальном сайте нашей службы и в системах, соответствующих правовых системах, информационно-справочных. Что определяет данный приказ? Данный приказ представляет требования к системе в классическом ее понимании. Это требования к средствам, требования к специалистам и требования к правилам и организационно-распорядительным документам, действующим у субъектов. В принципе, мы широко обсуждали эти требования и в рамках публичных определенных регламентов, документов, ну и с привлечением экспертов. В принципе, пока по данным, ну, учитывая, что количество значимых объектов, на которые распространяется в первую очередь этот приказ, пока еще незначительно, по нашим оценкам, особых вопросов по именно правоприменению требований в области систем безопасности, их пока не задается. Если будут, ну, будем отвечать по мере его внедрения. Ну и следующая, значит, процедура – это требования по обеспечению безопасности значимых объектов. Это приказ СТЭК России номер 239, он также доступен, многие с ним уже ознакомлены. Он построен на общей концепции нормативных правовых актов СТЭК России, по сути дела определяет два основных раздела. Это требования к обеспечению безопасности на стадиях жизненного цикла систем. И второе – это организационные требования к организационным и техническим мерам по обеспечению безопасности значимых объектов. В исполнении сразу же хочу сказать, что в целях методической поддержки реализации всех перечисленных выше документов мы планируем разработать соответствующие методические документы. Такая работа ведется, мы их обсуждать начнем, наверное, в следующем году. Но их отсутствие ни в коем случае не должно отодвигать сроки принятия и реализации соответствующих нормативных правовых актов. Мы их готовим в том числе и с учетом правоприменительной практики и ваших мнений, и ваших предложений, которые у вас возникают в ходе реализации норм федерального закона. Что касается государственного контроля, здесь, по сути дела, правоприменения еще нет, потому что вы знаете, что право проведения или обязанность проведения государственного контроля в отношении значимых объектов возникает в течение трех лет после внесения их в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Поэтому пока правоприменительной практики нет, нормативно-правовой акт – это постановление правительства, определяющее порядок государственного контроля, это постановление номер 162, также доступно для ознакомления. Что касается норм 187-го федерального закона, это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Единственное, хочу добавить, что мы, к сожалению, отмечаем некую такую тенденцию, как это у нас часто бывает, что организации, стремясь или под предлогом разработки каких-то отраслевых методичек, порядок или рекомендаций, пытаются отодвинуть сроки принятия тех или иных мер. Мы в целом разработку таких отраслевых документов или корпоративных документов, мы, конечно, поддерживаем, готовы высказывать свое мнение, рассматривать их. Но, тем не менее, мы считаем, что сроки, вернее, закон, федеральный закон вступил в силу, все нормативно-правовые акты вступили в силу, и необходимо обеспечивать их реализацию. Один из вопросов таких краеугольных – это по поводу категорирования, я немножко назад отойду, по срокам категорирования, завершения категорирования. Я уже публично высказывал нашу позицию, мы сейчас готовим предложение по внесению изменения совместно с коллегами из ФСБ, по внесению изменения в правила категорирования, и там мы будем предлагать установить сроки завершения категорирования всех объектов. В какие-то сроки мы будем и с субъектами, и со специалистами обсуждать, но наше мнение пока такое, что они не будут заключаться годы или несколько лет. Пожалуй, учитывая, что постановление правительства уже действует с 1 января этого года, и к моменту предложения по внесению изменений у него уже год пройдет, я думаю, что нескольких месяцев будет достаточно для того, чтобы установить срок по завершению категорирования. Но это пока наша позиция такая, будем ее еще, безусловно, обсуждать и смотреть, как это реализуется. Я хочу отметить, что у нас есть в правоприменительной практике те, кто сетует на такие процедуры непонятные или длительность сбора сведений большого количества объектов. У нас есть примеры, опять же, и в сфере топоэнергетического комплекса, и в сфере связи, отдельные операторы связи, которые представляли организации или субъекты, у которых тысячами исчисляется количество объектов, и которые успели на сегодняшний момент разработать и перечни, и успели корпоративные или отраслевые документы разработать, и уже значительная часть проведена по оценке своих объектов. Поэтому все отговорки о том, что у нас большое количество объектов, мы не можем там сорганизоваться и собрать какие-то сведения, они на фоне вот этих вот практических примеров, они теряют какой-то смысл и силу. Поэтому мы будем все-таки предлагать установить такие, ну, недлительные сроки завершения процедуры категорирования объектов. Это первый вопрос. Ну, кроме того, мы также планируем в первом квартале следующего года провести корректировку отдельных подзаконных нормативно-правовых актов по нормативно-127-го постановления правительства и требований и приказов в СТЭК России в части отдельных там уточнений, отдельных нюансов, связанных с категорированием вновь создаваемых объектов, связанных с учетом специфики создания систем безопасности в интегрированных структурах. Поэтому такая работа проводится, она будет доступна для всех. Ну и мы традиционно будем субъектов критической информационной инфраструктуры привлекать к работе над этими документами. Еще бы хотел на чем остановиться. Это на… все-таки закон направлен в первую очередь на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры. И я бы все-таки со своей стороны рекомендовал бы не откладывать внедрение практических мер по безопасности на какой-то потом, на какие-то дальние сроки, а уже сейчас в свои планы, в планы закупки, в планы там НИОКР, у кого они есть, в программы, включать необходимые позиции по приведению объектов или по реализации мер по обеспечению безопасности. Потому что фактически получается, если мы тратим этот год и начало следующего там на какие-то процедуры определения перечня объектов и категорирования, то потом мы не успеваем внести соответствующие планы работ на следующий год и откатываемся еще на там 20-е годы. Поэтому я бы со своей стороны все-таки рекомендовал, несмотря на то, что процесс категорирования, он законом определен и необходимость его проведения, она как бы определена, установлена, но тем не менее уже сейчас практические меры по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры планировать и приступать к их реализации. У меня лимит исчерпал.